здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов мы уже изготавливали вот что-то похожее вот такую зимнюю нимфочку сейчас по вашей просьбе я изготовлю такой же вариант но в другом исполнении из тех материалов которые в принципе то вы можете найти у себя я изначально огрузил ее свинцом и поставил медный шарик сделал усики спереди и хвостовые придатки сзади закрепил люрекс которым будем мы обматывать наше тело и взял вот такое вот перо которое у нас обычно бывает в наборах если покупаем целое перо там где мечевидные наши перья павлина давайте приступим для того для того чтобы она была у нас несколько покрепче я нанесу совсем немножечко клей вот до грудки стараемся сильно не усердствовать так как он потом у нас проступит и нашим пером который мы подготовили начинаем выполнять обмотку стараемся виток к витку так чтобы у нас образовались красивые сегменты это перо достаточно крепкая почему я не использую другие перья и служит очень очень хорошо поэтому что касается всех зимних мушек и допустим сухих мушек я стараюсь изготавливать из такого пера стараясь не прибегать уже биотом или к другим материалам которые уступают по крепости нашему перу дошли до места формирования нашей грудки беру просто для того чтобы у меня не убежала мое перо перодержатель подцепил и теперь аккуратно мне ничего не мешает закрепить нам нить нить желательно использовать чем тоньше тем лучше цвет подберете себе сами сами это уже не совсем принципиально но желательно или черный или коричневый можно конечно будут подкрасить подхватили снимаем теперь с перодержателя остатки удаляем хорошо до окончательно закрепим нить с вами переводим там где у нас закончилась обмотка тела люрик в принципе то у нас будет выполнять функцию только лишь как для украшения потому что мы качественно и хорошо посадили на клей наше перо оно у нас уже никуда не денется это по вашей просьбе как вы говорили использование каких-либо других материалов дошли до места крепления сделали один полный оборот и закрепим теперь окончательно наш с вами люрикс добавим капельку клея лишним он здесь никогда не будет остатки удаляем мы с вами будем стараться выполнить минимальная минимальное количество тех элементов которые будут придавать нашей мушке привлекательность возьмем теперь я вы сделал вот такой по ширине несколько шире приблизительно полтора диаметра моей мушки кусочек полиэтилена упаковочного и теперь двигаясь немножко наезжаем на те элементы которые мы с вами закрепили и закрепим наш полиэтилен так как мы потом уже не будем возвращаться к нашей пленочки и не сможем окончательно ее подкрасить с внутренней стороны я беру подкрашиваю коричневым фломастером сверху мы с вами потом уже дополнительно сможем всегда подкрасить и как я уже неоднократно вам показывал наклоняем складываем вдвое и вот так под небольшим углом отрезаем и у нас вышли вот такие симпатичные крылышки берем теперь подготовим наш вырез он у нас уже вырезан как положено для крепления но для того чтобы мы могли с вами хорошо его закрепить и перевернуть нам необходимо промотать немножечко здесь даббингом даббинг я буду использовать серого цвета можно использовать коричневый можно использовать черный но желательно чтобы не было больше уже таких мрачных тонов как у нас есть черных использовать серый или коричневый совсем немножечко нанесем на нить и промотаем буквально вот так в точке крепления я не убираю не отрываю не отрезаю а вот так слегка опускаю вниз даббинг чтобы потом опять к нему вернуться берем опять нашу с вами пленочку и закрепим теперь и уже окончательно здесь следим также чтобы она у нас не влево не вправо не уходила теперь добавим даббинга и окончательно промотаем место нашей грудки ну вот такой пышности нам будет вполне достаточно теперь нам с вами необходимо изготовить лапки лапки мы с вами будем изготавливать просто обозначим их пером поэтому я беру возвращая нить обратно мест укрепления моего чехлика вот так и здесь закрепим с вами строго сверху так чтобы никуда не уходило мое перо остатки удаляем так как мы теперь уже не будем возвращаться к этому месту крепления нашего пера возьмем немножечко даббинга заодно увеличим нашу грудь в объеме и подойдем к шарику обязательно оставляем возле шарика место для крепления если материал у нас налез вот можно вот так ноготочком аккуратно его поправить убираем даббинг теперь в сторону выбираем то количество сколько нам необходимо для наших лапок можно сделать вырезом можно сделать вот как я предлагаю как вам будет удобно в таком варианте вы исполняете и теперь уже окончательно закрепим здесь наше перо подхватили подровняли переворачиваем перо теперь как обычно в другую сторону чтобы у нас вышел как небольшой замок остатки пера удаляем аккуратно теперь расправим наши лапки которые мы с вами изготовили подкрасим наш чехлик и у нас с вами должна выйти вот такая симпатичная конструкция изготовили чехлик грудочку удалили лишнее и вот такая тоже импровизированная нимфочка которая изготавливается на скорую руку практически со всех доступных материалов тела если по каким-либо причинам можно изготовить и используя вот такие разные резинки которые продаются для рукоделия у нас в магазине поэтому подберете для своих целей они бывают разных цветов расцветок довольно таки удобно вот и все благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч